МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кадры, как мы знаем, уважаемые зрители, решают всё. А для нашей страны это настолько сейчас важный вопрос, что у нас даже новый национальный проект появился, так и называется, кадры. Сегодня на форуме России, например, на ВДНХ, который проходит, состоялось большое обсуждение вопросов кадровой политики. Говорили о смычке не города и села, а рынка труда и образования. Вот что сказала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Давайте послушаем. Кроме прогноза, кроме подготовки специалистов в рамках среднего специального, высшего образования и изменения инфраструктуры, конечно, предполагаются ещё и меры по вовлечению в экономику отдельных категорий потенциальных работников. Кто такие эти работники? Это, конечно, выходящие из декретных отпусков мамы, люди с ограниченными возможностями здоровья, молодёжь, лица старшего возраста, которые хотят выйти и хотят находиться на рынке труда и быть полноценными членами наших трудовых коллективов. А значит, мы должны создать для них условия для переподготовки и получения новых знаний. Какие условия ещё можно создавать для сотрудников? Ну, можно увеличивать зарплату, можно предлагать им какой-то понятный путь развития их карьеры. Об этом уже в нашем дневном эфире мы говорили сегодня с президентом Торгово-промышленной палаты России Сергеем Катыриным. Изначально, исторически, мы складывали рынок, что у нас всегда рабочие руки, человек, сам его труд был дешевле, максимально дешёвый по отношению к тому, чтобы использовать автомобиль. Плюс мы всегда заботимся о том, чтобы сохранить рабочие места. Вот ковидные времена, поисковидные времена. Всегда мы говорили, никто не говорил о повышении производительства труда, все говорили о том, что надо сохранить рабочие места, мы должны поддерживать наших сограждан и так далее. Ну, это правильно, с одной стороны. Но, с другой стороны, появляется обратная сторона медали, в том, что мы же над производительной труда не работали в это время. А вот сейчас идёт стремительный рост заработной платы. Я думаю, что многие уже задумаются на разных производствах о том, что дешевле внедрить, как вы говорите, экскаватор, чем 50 тех, кто будет эту траншею копать. А вот я ещё смотрю сейчас на нашем СМС-портале. Предлагают нам вспомнить о защите прав человека, и о зарплатах, опять же, и об условиях для работы сотрудников. Ну, знаете, всё ли мы перечислили? Уважаемые зрители, подключайтесь, давайте к нашему разговору. Телефоны для связи с нами у вас на экранах указаны. Выходите с нами на связь, тем более совершенно бесплатно. Нам ведь нужно не только, знаете, привлекать новые кадры в экономику, но и сохранять кадры, которые уже в экономике, которые уже сейчас трудятся в своих офисах, на своих производствах. Вот как, собственно, здесь быть? Какие сложности возникают? Вот бывает, человек годами работает на одном и том же месте, и вдруг раз, вот и теряет какую-то мотивацию. Он не видит, а зачем это всё? Чувствовать себя ненужным. Почему? Что с этим делать? Ну, чтобы он не ушёл, чтобы он остался на этом своём рабочем месте и приносил какую-то пользу, давал стране угля, скажем так. Подключаясь к разговору, друзья, я представлю нашего совеседника В студии у нас сегодня Алексей Клочков, основатель компании «Хэппи Джоб», эксперт в области управления персоналом управленческого консалтинга в России. Здравствуйте, Алексей. Добрый день, Оксана. А, слушайте, а задача, мне кажется, такая непростая, действительно. Ведь так или иначе, понимаете, ну да, в профессию надо в идеале, конечно же, приходить по любви. Но, вы знаете, Алексей, говорят, что даже любовь однажды переходит в привычку, а привычка в рутину. Как быть? Ну, по любви часто, ну, редко бывает. Я, кстати, не поддерживаю. Пусть говорят, я не согласна. Но, тем не менее. Конечно, это такая проблема очень частая, потому что, ну, не у всех получается заниматься любимым делом, по которому призвание, да, они выбирают с детства. И есть такая поговорка, что мне за это еще и деньги платят. Так бывает редко. В основном, конечно, это какой-то компромисс между талантом и тем условиями рынка труда, которые осуществляют. Поэтому, если мы говорим, как воздействовать, ну, конечно, сначала это обратная связь. Нужно поговорить с человеком, поговорить с коллективом. Ну, то есть это всегда понимание, что беспокоит. И дальше потом подстраивается компания под приоритеты, ну, по проблемам конкретно категории персонала. Ну, подождите, вы можете, вот вы, как руководитель, можете даже не понимать, что у человека там что-то происходит. Это что, со всеми там, я не знаю, там, здесь все нормально. А есть сейчас даже во всем мире практика, которая называется один на один. То есть она должна, по идее, проходить регулярно. То есть это уже настолько дошло в практике управления персоналом, что это должно быть не раз в год, не раз в три года, это должно быть раз в две недели. То есть мы должны уже держать руку на пульсе и понимать, ну, да, такие условия люди сейчас находятся в таких очень сложных стрессовых ситуациях иногда. Быстро меняющиеся в мире, об этом мы тоже забываем, что меняются целые профессии, меняются условия, многозадачность. И люди иногда требуют больше внимания. Простите, мне кажется, суровый скептик скажет к вам, слушайте, ну, с ума сойти, вот еще, может, им няньку там нанять, а там? Ну, ну, это должно быть, конечно, в таких здравых пределах, нянька, но в целом понимание, что роль руководителя каждого подразделения, каждой команды, оно меняется. То есть если раньше вот выступает эксперт, и он сказал, что меняется парадигма восприятия рабочей силы. То есть если раньше это был ресурс, иногда дешевый ресурс, и смотрели, то есть что можно было, главное, просто поставил задачу, делают. То есть сейчас такими принципами административными, то есть практически невозможно управлять, если это более-менее интеллектуально емкая отрасль, да? Потому что... А, то есть умными, давайте так скажем, обострим. Умными так, с умными так нельзя. Умными очень сложно стало управлять. Просто так, ставив задачи, это уже не работает. Слушайте, ну там, где умные, там на самом деле высокая конкуренция, Алексей, я буду парировать искусно, понимаете? Там за дверью, знаете, много таких. К сожалению, нет. Вы только начали передачу, сказали, что есть дефицит кадров, да, есть старение кадров, а дефицит даже, казалось бы, особенно в IT, в технологических сферах, он очень колоссальный. Но еще важно понимать, что теряя одного сотрудника, его замена обойдется в 12 минимум окладов. Это уже научный факт, изученный, потому что у вас будет период наставничества, период адаптации и какие-то привлечения дополнительных ресурсов. Поэтому лучше провести несколько встреч лишних один на один и все узнать, и быстро превентивные меры сделать, чем потерять такие деньги. А если мы это умножим на количество, на текучесть персонала в компании, бюджеты миллиардные, да, то есть, если это достаточно крупная компания. А мне вот, знаете, интересно, ну хорошо, вот это вот с каждым поговори, проведи личную беседу, а не вот какие-то там собрания раз в полгода, да, знаете, как вот советские такие, правонарические, правские. Ну хорошо, допустим, от этого коллектива будет лучше, вот им будет спокойнее, да, качество работы персонала улучшится, а качество работы управления от этого не снизится, учитывая весь тот функционал, который есть у управленца. Ему теперь еще, кроме того, что надо вот это, вот это, вот это, ему еще и с каждым поговори. У него тоже есть ресурс, Алексей. Оксана, вы затронули самую большую дискуссионную проблему, особенно для российского менеджмента. Они искренне считают, что на это тратить время не надо. То есть лишнее отвлечение на мотивацию сотрудников, на вот эти встречи. Это дополнительное отвлечение, я бы пошел бы задачи выполнял. А эта фраза свидетельствует о том, что он все-таки выполняет роль не руководителя, а старшего специалиста. Это вот прям, я бы назвал это проблемой номер один для российской экономики. Потому что у нас менеджерский состав, ну то есть не имеет достаточно большой практики эволюционной, нет больших школ фундаментальных, где этому учат. И в основном руководители становятся бывшие хорошие специалисты, да, которых уважают. Они становятся руководителями, при этом не имея лидерских управленческих навыков. А команда ждет вот этого человека, мотивации, она ждет организации их труда, вдохновления, ну каких-то новых или поддерживающих слов, когда происходят какие-то проблемы. Да, особенно вот был ряд периодов в экономике и в компаниях, и сотрудники, вот наша платформа, она изучает настроение людей, да, в этой миллионной аудитории. И мы видим, собственно, основной запрос был, это на обратную связь, чтобы руководители встречались, объясняли, ставили задачу четко и мотивировали сотрудников. Не хватает вот этого внимания. Как раз у нас есть объективное мнение самих сотрудников, что это основной демотиватор. То есть, если бы это было... Слушайте, Алексей, а ну вот руководитель тоже может, там, происходят разные события, там, да, в нашей жизни, в экономике, там, в политике, еще что-то. Какой-то момент может случиться, что руководитель тоже, ну, он не знает, что сказать в качестве обратной связи, кроме того, что друзья, мы вместе с вами справимся с любыми проблемами, держитесь, все будет хорошо. А в другое он не знает, ему надо время, чтобы осмыслить и дать какую-то другую обратную связь. Это нормально или это воспримут как слабость? Если он не скажет никакой информации, это воспринимается как слабость, потому что вожак должен быть сильный, вожак должен быть храбрый, всегда быть, поддерживать свой коллектив. Здесь бы обратил бы внимание именно на руководителей высшего звена. По большому счету, то есть компания, это такая энергетическая система, все заряжается от главного вожака, то есть от главного руководителя, и дальше как трансформаторы передают энергию каждому руководителю. Если первое лицо устраняется или не является вот этим вдохновителем, потому что эти компании широко известны, где первые лица, они такие яркие, они активные, они часто выходят в массы, разговаривают с сотрудниками, вдохновляют своих руководителей, то они являются таким энергетическим ядром. И вот это дальше по трансформации переходит к каждому руководителю, он тогда уверен, что у него есть заряд какой-то мотивации. Если этого нет, он сам, его бросили, получается, между компанией и между сотрудниками, то, конечно, энергии ему иногда брать неоткуда. Потому что он тоже ресурс, он отдает ресурс сотрудникам, получается, а сам, как такая пустая чаша, и у него, получается, он им отдал, а у себя брать где-то вдохновления нет. Поэтому здесь замкнутая цепь такая. Я почему-то вспомнила Акеллу, который промахнулся, но рядом с ним стал Маули, на защиту тогда, да, право на ошибку руководителей, как вот в данной ситуации. Опять же, ну, какая-то сложная ситуация возникла, как что-то там кого-то транслировать. А что такое тихое увольнение и антиработа? Ответите вы мне после того, как мы примем звонок. У нас Игорь из Калуги. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотел тебе ему сказать, никогда работа не потеряет смысла, если она достойно оплачивается. Какая бы она ни была бы, пусть там грязная, пусть там суперчистая, но если я работаю и знаю, что я на эти деньги, семью, расти детей, платить ипотеку, то есть она мне будет приносить благ за эту работу, буду держаться всеми руками. Игорь, ну, слушайте, денег много, я сейчас вам тоже буду парировать. Денег много не бывает. Достойно, знаете, это непонятное совершенно определение. Чем больше математики, тем меньше проблем. Достойно это как? Достойно, это чтобы тебе не было стыдно, ну, просто, ну, чтобы ты ничем не нуждался. Вот как, не знаю, ну, ну, конечно, там не покупать там какие-то самолеты, пароходы, как у Абрамовича. А мог бы жить, содержать семью и прекрасно себя чувствовать. Многие наши бизнесмены, они стараются все это, ну, мы вот, может, я не прав, но мы строили капитализм, а построили робоводический феодализм. Просто мы пашем за копейки. А вот эти гастарбайтеры, которые сейчас заполонили нас, вот я по себе хочу сказать. Да, ну, кстати, у гастарбайтеров, Игорь, знаете, ну, это уже немножко в другую сторону. У гастарбайтеров иногда довольно хорошая зарплата, но почему-то туда соотечественники не стремятся трудоустраиваться. Как понять потребности своего коллектива? Достойно и недостойно? Вот они там, понимаете, ходят, кипят там чем-то недовольны, зарплата им недостойна. А как понять вот этот уровень достойной зарплаты? Как их удовлетворить? Ну, чтобы понять соответствие зарплаты рынку, это достаточно простые есть исследования, где берутся, сравниваются зарплаты на рынке, и компания, как правило, не может платить сильно выше рынка. Она платит на уровне рынка, и я полностью не соглашусь с звонившим, потому что сейчас в России, в отличие от ближайших европейских стран, достаточно высокие в определенных сферах зарплаты. И раньше это было сильно, наоборот, отрицательная разница. У нас был, ну, сильный перекос. То есть сейчас по ряду специальностей у нас европейские и американские зарплаты. То есть здесь я не соглашусь с звонившим. И здесь вопрос в том, что многие компании не предоставляют пока льгот, да, каких-то, которые вот широко развиты, например, в других странах. Этот вопрос решается, и он постепенно набирает очень серьезный оборот. Есть у нас ряд отраслей, где у нас наборы льгот и обеспечения персонала уже на высоком мировом уровне. Поэтому это не вопрос. И, как правило, в оценке производительности не вопрос денег. Потому что деньги, если недостаточно, вот звонившим говорит, недостаточно оплаты труда, поищите другую компанию, поищите другую сферу. То есть здесь же компания не виновата. Если она платит столько, она платит это из-за своих возможностей. По поводу недовольных сотрудников, знаете, там, ну, вот есть, правда, это с профсоюзами связано, такая итальянская забастовка, когда люди не делают больше, чем они там должны делать, да, по предписаниям. А вот тихое увольнение и антиработа, вот, в теории управления персоналом, это что? Это вот человек чем-то недоволен, и он саботирует что-то, да? Демонстративно как-то? Очень замечательный вопрос. Просто иногда это не называли каким-то особым термином. И сейчас, до конца, управленческая наука нашла вот этот какой-то термин, который будет не обидный, как бы, для персонала, но и мы понимаем, о чем идет речь. Это речь идет о том, что если в компании не заботятся о персонале, не хвалят, да, нет понимания каких-то карьерных перспектив, да, нет наставничества и развития, и обучения персонала, и самое главное, не признаются инициативы человека, то у него возникает такое ощущение, что я буду выполнять минимальный набор функций, я не буду выполнять, ну, какие-то дополнительные инициативы или амбиции, они влечут, ну, влекут стресс. То есть если он понимает, что он за это ничего не получит, никаких благ, то он этого не делает, и он просто ходит на работу, выполняет минимальный набор функций, и таких компаний их сотни, их тысячи, да, и это просто тенденция начинает изучать. По большому счету, если бы была работа над вовлеченностью этого коллектива, персонала, то и его не было бы столько много, потому что когда об этом говорят, еще понимаешь, что вот говорят о свободном графике, говорят о, там, четвертой рабочей, ну, то есть о сокращении рабочего дня, а на самом деле проблема не в этом, она проблема в том, что персонал раздут много управленческих звеньев, да, как консультант с многолетним стажем, именно по управлению, организационному проектированию. У нас много управленческих звеньев, то есть очень много, то есть во всем мире... Эксплуататоров у нас много, так и говорите. Да, управленцев, очень много управленцев, и как раз за счет минимизации этих звеньев повысится управляемость компаний. Наталья из Петербурга до нас дозвонилась. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Что скажете? Я, знаете, о чем хочу сказать? Я, мне уже 65 лет, я еще работаю. Я работала на крупных предприятиях и в малом бизнесе. Вот вы говорите, работа потеряла смысл. Конечно, потеряла смысл. Даже вот я, если не нашла свое призвание, я все равно работала на многих, ну, во многих предприятиях, на многих профессиях, во многих профессиях. Но дело в том, что на крупных предприятиях есть душевые кабины, есть нормальный туалет, есть раздевалки нормальными шкафчиками. В малых предприятиях я работала ни в одном, этого практически нет. Я уже не говорю о душевых. Даже нет, бывает, что нормального туалета, с раковины, где можно было помыть руки. И это в основном касается малого бизнеса. Ты отработаешь месяц, тебе скажут, все, вы испытания прошли. Проходит второй, проходит третий. Не оформляют. А это нарушение закона, между прочим. В малом бизнесе, я вам это конкретно хочу сказать. Я работала во многом, во многих этих предприятиях малого бизнеса. Да, Наталья... Люди, естественно, помимо зарплаты маленькой... Смысла не видят, да. ...еще условий нет. Вот люди уходят. Понятно, Наталья, да, спасибо. Алексей, скажите, а вот вы занимаетесь консультированием в области управления персонала, проводите исследования вместе с вашей компанией. А вы видели компании вообще счастливых людей, где персонал счастлив? Как? Это вообще как выглядит? Они все ходят по коридорам и улыбаются? Меня это пугает. Ну, это, конечно, не выглядит прямо так, потому что есть здравый процент вот этого вовлеченности в лояльность, потому что, конечно, слишком лояльный вовлеченный это тоже не очень хорошо, потому что это влечет к информизму и полностью застой. Все будут соглашаться со всем чем угодно. Но счастье это основная цель любого человека. И когда он в этом состоянии пребывает, его все удовлетворяет, ну, то счастье это отсутствие несчастья. То есть, по большому счету, тех вот как раз первые звонившие говорили, что это его не устраивает для оплаты труда или какие-то другие моменты. То есть, если все это устраивает, то здесь основной вопрос к именно повышению производительности. Все работают в максимальном высоком КПД. Ну, то есть, ничего не мешает. И вот это ощущение счастья, оно просто так называется, да, ощущение счастья. Но это нормальное состояние, к которому должна стремиться компания. И у нас есть целая отрасль для компании, вот очень, так называемые, зеленые, мы называем. Я просто подумала, что, знаете, недовольство чем-то, человек с грустным лицом в такой счастливой компании, это человек, который, ну, тебе указывает на какую-то проблему, которую нужно решать. Да, должны быть такие люди обязательно, они называются критиками, да. То есть, они должны обязательно быть, вот они как раз подскажут. Но их не должно быть много. Полезный брюзга. Да, их должно быть небольшой процент, здоровый процент, который помогает, вот как раз критично смотреть на себя, на процессы и на конкурентов. А профессии, вот на самом деле, есть такие профессии, где с счастьем, несчастьем, довольством, недовольством остро стоят вопросы, и где получше? Ну, могу сказать, что вот самые счастливые компании у нас, это, конечно, там, IT, телеком и, наверное, лизинговые финансовые компании, не банки, да. Совсем ситуация не очень, вот как раз Звониша говорила наверняка про промышленность, да, тяжелые металлургии, энергетика. Там, конечно, в связи с условиями труда, именно с физическими, там, конечно, ситуация похуже. Все, в основном, интеллектуальные, вот такие очень интеллектуальные, емкие отрасли, там ситуация достаточно хорошая. Но в компаниях, которые именно работают с этим, потому что и такие же есть компании с не очень хорошей корпоративной культурой. Я прям даже не знаю, что делать. Интеллектуальные компании, значит, с высокими специалистами оплачиваем, прямо скажем, там все хорошо, а люди тяжелого физического труда, где зарплаты пониже, там сложнее. Как решить эту управленческую задачу? Но при этом у нас есть... Как сделать коллектив металлургического завода счастливым и улыбающимся? Я не буду называть компанией, но есть ряд компаний в России, где добились очень высоких показателей стандартов труда, условий труда. Они все одеяли. Не IT и не финансы? Нет, нет, производственные компании. Слушайте, но радует, что эта задача решаема. Наталью из Петербурга мы выслушали, так, у нас из Волгограда сорвался, к сожалению, звонок. Как-то человеческий фактор руководителя, он важен в этой истории, на самом деле? Я думаю, он будет важнейшим в ближайшие годы, потому что и наша страна, и те компании, развивающие экономик, они идут в сферу услуг. Поэтому технологичность самого бизнеса возрастает. Поэтому сами руководители, это люди, которые организовывают как раз интеллект. Это же продукты любой бизнес делают не машины, а делают люди. Поэтому связующее звено именно руководителя, это станет центральное звено. Поэтому развитие обучающих программ во всем мире и вклад именно в руководящий состав, это тренд номер один. — Алексей, вот мы про сферы с вами занятости, про профессии говорили, где люди чувствуют себя нужными, где с этим все в порядке, а где не очень. Я подумала, слушайте, чувствовать себя нужным человек зачастую, который видит результат своего труда. А вот там, где с этим сложнее, он удален, с этим гораздо труднее. А может потому, что у нас какое-то, знаете, мышление стало у современных людей такое смартфонное, оно короткое вот такое, понимаете? Мы там, не знаю, книгу толстую осилить не можем, мы фильм уже часовой не можем посмотреть, нам это слишком сложно. Может быть, поэтому, может быть, вот все-таки технологии тоже какое-то влияние на нас оказывают? — Это отдельная тема, именно влияние компьютеров и телефонов. Но задача любой компании посильной — это обеспечивать всегда значимость профессии и гордость компании, где ты работаешь. Это встречи, это волонтерство, это объяснение ценностей и успехов компании, то есть это продажи собственного бренда, HR-бренда внутри коллектива. Как и продажи любого товара. Спасибо, спасибо, интересный разговор. Спасибо, в студии у нас сегодня был Алексей Клочков, основатель компании HappyJob, эксперт в области управления персоналом и управленческого консультирования в России. Видите, как я на ходу меняю вот все вот эти вот ваши непонятные HR, еще там что-то. На русском языке будем изъясняться. Спасибо, Алексей. Да, благодарю вас. Уважаемые зрители, оставайтесь с нами еще буквально несколько минут. Спасибо. Спасибо.